Всем привет! Исходя из созданного мной голосования, стало известно, что все же побеждает продолжение о ролях, которые я начал активно развивать на своем канале. Что же, правило есть правило и сегодня мы будем разговаривать о первой позиции досконально, а именно о керри позиции. Видео будет состоять из нескольких моментов, а именно, разберем начальную стадию игры и дальнейшие стадии, что брать в начале и каковы наши действия на линии в ранней стадии игры, чего нельзя допускать и как добиться лучшего результата в ранней стадии игры с последующей победой. Поговорим о контрпиках, приведем несколько примеров, также поговорим о жадности героев, какие герои у нас самые жадные в фарме и почему. Также постарайся объяснить, как нужно мыслить в игре и от чего отталкиваться. Если готовы, то я рад буду начать данное видео, ставьте на паузу и несите себе чаек с печеньками. И мы начинаем. Итак, все мы знаем, что наш керри должен уметь фармить и приобрести как можно скорее артефакты, позволяющие нам оказывать активное давление на наших оппонентов, которые находятся в противоположной команде. Но как фармить и что купить в начале будет лучше? Ответ прост. В начальном закупе нашего керри, как правило, будет квиллинг блейд и щиток бомжа, стулт шайлд, для героев ближнего боя. А для дальнего боя, как правило, покупается в рейсбенд. Касаемо расходников, у нас должны быть либо танго, либо хилочка, с помощью которой мы сможем вернуться на линию, если вдруг нас захарасит оппонент хардлиний, которого не отзонили наши саппорты. Некоторые керри пренебрегают топориком, но я бы вам не рекомендовал бы этого. Наглядно хочу продемонстрировать значимость данного предмета. Я вывел двух антимагов. У одного есть квиллинг блейд, а у другого он отсутствует. Результат смотрите сами. Во-первых, данный предмет не стоит огромных средств. Он стоит 225 золота и с лихвой оправдывает и окупается буквально за 3-4 крипа. Также позволяет нам игнорировать деревья и добираться до кемпов с крипами значительно быстрее, чем это происходит без данного предмета. Во-вторых, немаловажным моментом становится то, что мы увеличиваем порог ластхита на 40% для ближнего боя, а для дальнего на 15%. Считаю нецелесообразно покупать топорик на дальний бой, но это уже на ваше усмотрение. То есть добить крипа будет легче. Также этот предмет можно улучшить в Battle Fury, если мы этого захотим. Но не обязательно всем керриапать топор в БФ. Каждый герой собирается ситуативно. Об этом необходимо помнить. Как видите, антимаг, который имеет топорик, фармит более активнее и быстрее. Также игнорирует деревья и с легкостью добирается до следующего кемпа с крипами. Антимаг, который не имеет топорика, очень сильно проседает и очень долго добирается до кемпов, не срубая деревья. Блинки я не стал брать, ребят, потому что, ну, не все керри имеют блинк, а именно записал видосик с антимагом. Многие задают вопрос, почему ты рубишь деревья постоянно? Потому что это входит в привычку, и это действительно полезная привычка, позволяющая более лучше позиционироваться на линии и добираться до крипов. Пока антимаг, у которого есть топорик, уже курит, второй антимаг еще борется за золото. Я думаю, наклядно продемонстрировал, что предмет ускоряет фарм. В данной ситуации он ускорил фарм примерно на 15 секунд, но не считая это ускорение. А это по меркам доты немало. Как фармить крипов на линии? Необходимо уметь держать линию на месте, контролируя соотношение здоровья всех крипов, а именно вражеских и своих. Ни в коем случае нельзя допускать смерть дальнего крипа противоположной стороны, иначе линия очень сильно запушится, буквально через 2-3 пачки крипов. Необходимо уметь переагривать крипов. Если у вас агрессивная линия, то рекомендуется слить своего крипа дальнего боя, нажав на противника райд кликом, или же клик атаки на него же. Тем самым вы загорите всех крипов противоположной команды, которых сможете смело отвести под своего крипа дальнего боя. Также можно снимать с себя триггер крипов, нажав атаку на союзных крипов. Также это работает и с таврами, но в случае с тавром вы должны стоять дальше от тавра, чем крип, на которого переагриваете тавр. Есть такое понятие, как ластхит, а именно нанесение последнего удара по юниту. Керри обязан ластхитить крипов, передвигаясь из стороны в сторону. Зачем, спросите вы? Ответ также прост. Стоя на месте и ожидая ластхита, моторика игрока будет замедленно. Это как тренировка в зале, если стоишь и ничего не делаешь, соответственно результат будет такой же. Также это нужно для того, чтобы иметь свою безопасную позиционку на линии для мгновенного отхода из опасной зоны ганга. Умея держать линию и добивать крипов, вы сможете улучшить тайминги покупки своих предметов. В начальной стадии игры разобрались. Переходим к средней стадии игры. В средней стадии игры важно понимание того, против какого кора мы играем и в целом какие герои играют против нас. Тут уже идет контрпик предметов и героев соответственно. Приведу пример. Допустим, если мы играем на антиманге против фантом лансера, то конечно в приоритет войдет айтем баттл фьюри. Если же против играет медуза, то после бфа нужно срочно покупать манту, чтобы выжигать ману сильнее, проигнорировав тем самым покупку башера вторым слотом. Если же мы играем против большого количества дизейбла, будь там шаман против или какой-то леон, ну или же просто когда много исходит магического демеджа, то стоит задуматься о покупке Блэкингбара. Понимание игры сразу никогда не приходит, поэтому вам нужно очень много тренироваться, чтобы научиться чувствовать каждую ситуацию игры. Все не так легко, как может показаться. Касаемо передвижения по карте, мы должны двигаться так, чтобы постоянно стоять в безопасном месте. Очень важно фармить там, где есть обзор на подходах к этим самым точкам, где мы собираемся фармить. Тем самым ограничивая себя от появления вражеских оппонентов, которые нам могут помешать или же вовсе лишить нас фарма, а в худшем случае застать врасплох и отправить в таверну. Тут важно следить за картой. Если возле нас появляются 4 героя, то соответственно делаем тп на зеркальную линию и можем пофармить вражескую линию или уйти во вражеский лес. Но это стоит делать аккуратно и осознанно. Это наши дальнейшие действия по карте. Не стоит игнорировать файты, бесконечный фарм ни к чему хорошему не приведет, тем более на 85-й карте, где драки в приоритете. В данном моменте необходимо понимание наших сил и сил врагов. Необходимо понимать, какие кнопки там еще не нажались и какие кнопки нажмутся, в случае если мы сделаем мув и вступим в драку. Мы должны понимать, что драка должна быть успешной для нас, иначе фарм замедлится и отсрочит нашу победу. Самым главным моментом в середине игры на керри является макро понимание игры, где и когда необходимо находиться. Думаю вы поняли о чем речь. Далее мы поговорим о видах керри. Какие керри бывают? Универсальные, агрессивные, жадные. Все будет сейчас именно об этом моменте. Универсальные керри способны адаптироваться под темп игры лучше остальных. Они способны идти как в керри, так и в мид. В любом случае, каждый из приведенных героев будет полезен и не будет относиться к керри, который фармят по 90 минут и АФК проигрывает игры. Для данных персонажей свойственна ранняя игрессия, и как правило, фаст окончания матча. Универсален? Не значит, что в лейтгейме слабее других. И это факт. Жадные керри. Почему жадные? Данные персонажи требуют большего количества ресурсов и определенное количество времени для того, чтобы начать что-то делать на карте. Исключением может быть алхимик, которому в случае успешного лайнинга и стаков, будет легче всего выфармить слоты и быстрее остальных и к 25 минуте закончить игру. Нежели медуза, которая будет фармить как крип 20 минут, но далее начнет использовать свой массивный потенциал, а также выдавать много урона с руки. Агрессивный керри способен заканчивать игры очень быстро и позволяет давить на оппонентов в ранней стадии игры за счет своего раннего пика силы. Буквально несколько предметов и вы уже доминируете. Например, как Хускар, который с покупкой Армалета будет очень сильным на 8-10 минутах. Более тут добавить в принципе и нечего. Что же, в принципе о керри роли все вроде понятно. Правильно двигаться, фармить там небезопаснее всего и не игнорировать драки. Также не забывать то, что в случае если оппоненты ушли с вашей линии, стоит запушить тавр или же убивать быстро крипов и бежать в лес за дополнительным золотом, которое легко выбить с нейтралов. Отталкиваться стоит от контрпика и следить по карте за передвижениями наших энеми. На этом я думаю все. Может о чем-то я и не договорил, но вы всегда можете поправить меня в комментариях. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если информация была хоть чуть-чуть полезна и прояснила некоторые моменты. Видео получилось не столь ярким, поэтому давайте наберем хотя бы 700 лайков. Легко для вас, приятно для меня. Все, всем спасибо и до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok